Единственная в России 4К ПТС Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин тебе уберешь сейчас просто баланс белого прикинь слышал слушай а смотри ты не выходишь туда ну да опишу тебя на память а пол смотри а хотел тебе вопрос задать а ты не будешь выходить там вот когда тренера там будут разговаривать приветствия да ну и здесь был снег я когда приветствую я буду снимать стоя и когда она тайм-аут а то есть ты выходишь и а у тебя кабельмейстера не будет своего тоже на есть ты забудешь сопротивляться не вообще у тебя же должен быть кабель на папе привязан папе нет карабин ну да карабин можно такая штука можно просто делать за ремень время даялась петля и она там даже иногда помогает что чувствуешь что на раз она кончается и тормозит прикольно это откуда у меня такая хрень пролетает то флюха что какая-то парни всем привет всех приветствую на своем канале в свое время больше года назад я сделал обзор на камеру black magic studio 4k и много его народу посмотрела и мне писали в комментариях спрашивали задавали вопросы там был тест на россию мы возили тестировать вместе с аджи и ста шибы и народ у меня спрашивал а где в реальности эта камера используется на большом телевидении да ребята ответ на этот вопрос такой эту камеру регулярно используют на волейболе компания старт продакшн да это как бы основная часть компании который транслирует волейболы поэтому если вы хотите скажем футажи с этой камеры вы можете просто там открыть программу телепередач найти волейбол российскую премьер-лигу по волейболу и грубо говоря посмотреть она висит как раз ну вы видели из ролика она висит камера висит на над сеткой до над сеткой и у нее супер широкий план причем он использует ее с сам янгом рыбим глазом там 7 и 5 рыбий глаз есть вот такую сам янга причем же самое интересное что он очень хорошо подходит потому что там у black magic у этой камеры кроп 27 да и как раз вот это вот рыбий глаз из вот это бучеглазость она вся вырезается да и получается просто широкий угол широкий угол которого как раз хватает вот зависнуть над сеткой и показать еще все поле всю площадку раньше пять лет назад мы работали с тошибы на этих трансляциях еще когда с веком xxl ездили вот но тошиба может быть не совсем целесообразным в том плане что black magic наверное даже лучше потому что black magic дешевле в пять раз но правда тошибы надежнее в плане удара стойкости скажем вот попали мечом по камере да и там выломали bayonet с объективом и поэтому собственно я оказался на трансляции привез тошибу да ну и заодно ребятам привез из старта да я привез им на тест вот этот объектив вот этот объектив и вот этот да это рыбий я о нем рассказывал это рыбий глаз дешевый за 4000 рублей я его купил на алиэкспресс на микро 4 3 я его кстати даже в эфир первого канала запускал на beauty shot вместе об этом видео вот прикольный на самом деле объектив ребятам понравился вот за свои деньги ну единственно штука его ждать до заказывать ждать там три недели его придется так это мой рыбий глаз ну ну то рыбий глаз лучше на рабочая картинка широкоугольная да он как раз все мыло обрезать вот с рыбим глазом нормально вот на лиэкспресс объектив 4000 рублей вообще продолжая тему разговора да вот микро 4 3 до почему я вообще выбрал эту систему да вот я сейчас снимаю на panasonic g4 у меня сейчас там на нем стоит стигма стигма ну культовый объектив до 18 35 но у меня здесь и вот power зумчик такой и вот этот рыбий глаз и самое крутое то вот это кольцо да на b4 с которыми тестировал я кстати может быть мне просто подписчики просили побольше тестов таких но я ребят решил что я куплю какую более новую камеру на микро четыре третьих j5s либо black magic покисть 4k и уже с ним да я протещу хочу вот уже на новой камере протестить объективы именно b4 вообще почему я именно выбрал да в свое время выбирал мне задавали вопрос ну вот посмотри там sony мне нравится sony мне нравится асио вся вот эта серия a7s 2 мне нравится с нее картинка также вот мне подписчики пишут посмотри fuji да я обязательно посмотрю fuji x-t3 мне эта камера тоже интересно но именно вот причина по которой скорее всего я останусь на микро четыре третьих вот она да потому что считаю что очень такая да вот эти четыре третьих они и туда и сюда они очень универсальны то есть и можно видите и накрутить и вещательную оптику телевизионную и через speed booster до поставить к нам там вообще киношные объективы воды и своя оптика вам panasonic неплохая но правда panasonic конечно меня очень расстроил в этом году не за того чтобы довести вот эти камеры дома вот эту серию гаж да там сделать гаж пятом там офигенный автофокус еще там куча проблем исправить чтобы вообще камера была там просто супер универсаль нет они вот начали делать вообще абсолютно новую линейку а ведь микро 4 третьих она тем и хороша то что зачем вообще гнаться за этим полным кадром она хороша тем что ее поддержала очень много телевизионных компаний вот я вот их здесь выписал очень много телевизионных производителей ну а black magic вы все знаете да она понаделала этих покетов по наделу этих мини камер на bayonet именно мфт микро 4 третьих соответственно там ну дать читать вот я насчитал семь или восемь производителей да ну понятно panasonic олимпус там какие-то китайцы еще какую-то хрень выпустили black magic потом диджай да вот эти камеры на фон на inspire кстати вот эти я про них рассказывал зимус да там тоже мфт байонет а дальше вот идут и не очень интересные производители вот скажем я очень хочу потестить камеру как-то называется z-камера е1 и е2 мне очень интересно именно едва z-камера едва там из ди интерфейс есть там есть интернет интерфейс то есть можно дистанционное управление для этой камеры сделать вот блин но к сожалению да негде взять эту камеру нигде на тест потестировать вот следующего производитель до даты видео его все телевизионщики знают вот она тоже поддержал этот байонет она выпустила камеру сверх высокой чувствительности до производитель камер корпуса производки булы и вот они произвели камеру curiosity она эта камера слома а камера слома я уже рассказывал как они вообще устроены на телевидении она тоже на байонете микро 4 3 там оптика panasonic олимпус и и вот как раз если вот если посмотреть они эти камеры используются в английский пример лиги при телевизионных трансляциях да они ставятся где-то за воротами на слома замедленные повторы то есть вот вы видите какое огромное количество профессиональных производителей телевизионной техники именно мини камер мини маленьких камер которые поддержали этот формат принципе это логично потому что очень маленький задний отрезок достаточно компактная оптика если мы посмотрим что есть сейчас в мире да ну b4 до b4 вещательные вот эти линзы здесь очень большой отрезок и сами линзы они все равно сами по себе тяжелые и делать какую мини камеру скажем как нашу тошибу или что-то или какую-то другую там про который я уже рассказывал это будет не компактно и во первых здесь не будет никакой связи камера с объективом то есть грубо говоря вещательная оптика она вставляется в камеру и она просто вот так вот вот закручивается да все железка в железку сама оптика управляется через сервопривод про провод он либо в камеру через камеру идет так же как и вот наша тошиба она там промышленный промышленный этот разъем с маунда это грубо говоря там вообще резьба там объектив вкручивается резьбу в просто в камеру это же опять же чтобы управлять объективом это отдельный кабель чтобы управлять камеры это отдельный камер а тут тут именно микро 4 3 до что сделал black magic и другие производители там по сути объективом управляет сама камера до через вот именно электронный bayonet и поэтому это очень удобно то что вот он и panasonic олимпус сделали этот bayonet открытым и столько производителей этот bayonet поддержали sony они вообще молодцы вот 5 баллов они эту альфу начали развивать пять лет назад вот эту линейку и они ее развили вот именно оптикой уже сколько всяких объектив причем они уже не фото объективы делают они именно делают видео объективы то есть именно специализированы под видео съемку даже именно по телевизионную съемку у них есть телезум и там вот эти там 18 там 200 по моему ли вот какой-то там большой у нее сейчас новый появился там за 4000 евро которые можно удаленно управлять он меняется скорость трансфокации зумирования да ну блин вообще почему вот panasonic не пошли по такому пути вот они начали вот этот новый bayonet делать повторять за sony вместо того чтобы в свои микро по наделать именно объективы не фото да именно объективы для телевизионную для видеосъемки да то есть вот 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 тут у меня power зум да ну блин он конечно пластмасска убогая пластмасска ведь по сути там вот сделать каком сюда мотор сервопривод сделать какой-нибудь облегченный да там что-то вот блин ну нет вот они взяли не знаю мне кажется тут менеджмент вот тут в panasonic и тот кто придумал линейку гашут он молодец да вот эти инженеры а вот этот топ-менеджмент который тупо повторяю все за sony и не ценит того что уже сделан то что они уже придумали это конечно им вообще огромный минус вау-вау-вау поймал фокус лови 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 ну поймаешь фокус нет не поймал вообще вот моя основная камера до которой я снимаю весь блок весь прошлый год снимал для вас да это gopro gopro и iphone вот собственно вот все блоги практически я снимаю на камеру в айфоне и gopro да не только вот дома какие-то интервью я пишу на panasonic gs4 для блога да и вот подбирающую камеру для блога которым снимать блок под gopro она офигенная камера она мне вот gopro 6 конечно понятно что я все снимаю с рук что картинка в моих блогах где-то меня все подписчики ну многие подписчики ругают что у меня не там хреновый звук в моих роликах что у меня видео все вот такое вот блин но ребята должны понять что я это все вот вот у меня это gopro она в кармане да я вот нашел что-то интересное я вот взял и подснял да и опять ее в карман положил gopro она в этом плане очень удобно то что в кремль пронес через турникет и прямо через фсо как-то взял вот так вот и она даже не зазвонила я кстати gopro она вообще кстати не звонит то есть вот я в летал летал в казахстан летал по стране да я проходил через турникет и вот iphone звонит его выкладываешь обычно там этот металлоискатель а это не звонит очень шпионская камера в общем она меня всем устраивает что-то я достал быстро подснял и спрятал вот единственное что у меня мне не устраивает конечно светочувствительность потому что весь мой блог да и обычно если не на улице где-то снимает он в аппаратных там вообще нет света обычно и конечно мне нужна светочувствительная камера и помимо светочувствительности еще конечно угол до чтобы был хотя бы вот такой как вот сейчас вот здесь вот да там 25 там они вот супер широкий потому что все лица круглые создает впечатление что все мои другие я и все мои друзья коллеги все с круглыми головами воды и вообще если что-то вот поснять какую-то деталь мне надо вот на него так вот наезжать до чтобы поснять ну это конечно блин gopro она идеально но вот когда если здесь здесь можно кстати кропить угол но картинка становится ужасная детализация там она просто цифра цифра все это кропит вот конечно блин вот я тоже ищу варианты может быть вы мне подписчики подскажите какую камеру взять для блогов да потому что как бы я во первых мне нужно камеру очень много до чтобы она была мобильная компактно чтобы помещалась в кармане вот что в ней еще было стабилизации чтобы не были еще логарифмический режим потому что я люблю все красить вот это все заливать там луты все эти кидать там подымать мне мне все это прет я вот люблю все это покрасить поэтому какую камеру выбрать просто такую камеру я посмотрел такую камеру практически нету вот sony rx0 sony rx0 она прикольная на противоударная но у нее нет стабилизации sony rx100 до mark 5 mark 6 до скорее всего это идеальная камера для блога да блин она дорогая конечно так вот тоже ее в командировках возить меня просто в рюкзаке там ключи все это вот все это лежит инструменты все это так в командировках все это вот и поэтому блин хочется четко какое дешевое компактное но при этом я вот не знаю такой камеры сейчас на рынке нет именно для съемки youtube блогов каких-то вот таких вот мобильных не они есть но они все какие-то блин не те которые нужны мне так кажется от gopro она в этом плане была бы идеально если бы здесь была бы сменная оптика какая-нибудь вот это был бы вообще тема я всем хочу своим подписчикам мы просто людям которые смотрят мои видео пожелать много интересной работы пожелать много удачных смен и осветителям и видеоинженерам и и операторам и режиссером и всем 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 людям всем ребятам и вещателям и видеографом и клипмейкерам и киноделам всем кто занимается видеосъемкой потому что у нас действительно самая интересная профессия и я вам пожелаю интересных смен расти развиваться в своей профессии в новом году до достичь каких-то новых высот вот и чтобы у вас было столько работы чтобы не было выходных вот как у меня да потому что я по сути вот свой вот это видео вот этот блок тоже монтирован на работах я все новогодние праздники раскрою секреты все новогодние праздники работал да и 1 января работал 31 я работал 30 тоже работали мы на лото лото там был 1 января был прямой эфир на лото до розыгрыш вот опять же таки я не могу выложить бэкстейдж вот вы должны меня понять ребят мои подписчики что я не могу какие-то бэкстейджи выкладывать да потому что мы очень скажем просто и так вот вам скажу что скажем вот на comedy club до штраф 500 ну полмиллиона рублей то есть даже если оператор просто вот себя с камерой снимет на фоне comedy club все вот выложит в инстаграм соц сеть не с него да это не с физикой это штраф пойдет именно тем людям которые его поставили то есть между фирмами там сразу договор прописывается вообще вот эта тема бэкстейджов это нужно отдельно как-то записать видосы с этим разобраться и может быть вы мои подписчики мне подскажете скажем я сейчас выкладывают только вот вы меня просите просто снимать побольше бэкстейджов но опять же я вот сейчас снимаю только бэкстейджи там вот где прямой доступ прессы какие-то спортивные мероприятия и ну вот у нас доброе утро первого канала на улице там как бы нечего скрывать вот а в студии или где-то вот студийные все вот эти дела там лучше как бы если снимать то только с разрешением именно заказчиков в общем ребят всех с новым годом скорее всего с прошедшим то что я это видео выложено когда уже будет старый новый год новогодние праздники пройдут моим поздравлением присоединяются мои друзья и коллеги вот и ведущие первого канала всем спасибо всем пока спасибо что смотрели мой канал всем успехов в новом году вот пишет но вы года не а и у него голова вот да вот ну а а а а а Давайте будем до вашей семьи, до ваших мужей, до ваших детей, до всех, кого вы любите, пусть они будут здоровы, пусть у них все будет хорошо, и чтобы у вас всегда было в семье, все замечательно. И в вашей семье тоже, и в вашей семье тоже. Ура!